На встрече с предпринимателями, работающими в Монине, одном из крупнейших поселков городского типа, здесь проживают более 20 тысяч человек. Представитель компании «Хартия» рассказал, что на территории нашего округа продолжается отладка нового механизма сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. Много вопросов по организации процесса остается и в отношении тех, кто держит магазины, офисы, а также предпринимателей, которые снимают у собственников помещений места для коммерческой деятельности. Встреча в Монине была организована по инициативе администрации муниципалитета при участии представителей регионального оператора. Логистика была полностью перестроена, то есть не так, как раньше, да, то есть возили сразу на полигон. Сейчас действует семь сортировочных станций, то есть машина сначала едет туда, сортирует мусор, соответственно, после этого уже остатки, которые остаются, их везут на полигон для захоронения. Для всех и всегда главный вопрос, кто и сколько должен платить за новую услугу. Ответ был сформулирован. Плата за вывоз мусора для юридических лиц и для индивидуальных предпринимателей, для собственников нежилых помещений в многоквартирных домах, где ведется коммерческая деятельность, рассчитывается в соответствии с договорами, которые должны быть заключены. В них прописывается и порядок действия сторон. Для тех предпринимателей, у которых есть своя контейнерная площадка, расчеты ведутся по фактически накопленному объему доходов. Остальным выставляются платежки, исходя из утвержденного минокологии, норматива и вида хозяйственной деятельности. Офисные помещения рассчитываются, исходя из количества найденных сотрудников, магазины в зависимости от занимаемых квадратных метров. Договоры необходимо заключить напрямую с Харти и ни с кем другим. Офис организации в Щелкове работает в Первом советском переулке 25. На встрече у предпринимателей, естественно, были и предложения, порой достаточно неожиданные. Я считаю, что если каждый будет мыть свой контейнер, то это будет большой очень расход воды. Потому что я пыталась помыть вот эти контейнеры от единоразового использования. Уходит не менее литра, чтобы вымыть. Вот вы представьте, что каждый будет это вот мыть. Сколько мы используем питьевой воды. То есть это не продумано, я считаю. Надо что-то другое придумывать. Для успехов необходимо, чтобы в работе четко и слаженно участвовали управляющие компании, действующие на территориях, где ведется коммерческая деятельность, где есть торговые ряды, магазины, где работают в офисах коммерческие структуры. Так, например, в Монине на улице Московская, где располагаются так называемые северные ряды, нужно установить дополнительный контейнер. Где и как его поставить, должны обязательно сказать предприниматели, работающие по этому адресу. Вдоль улицы идут там достаточно много торговых точек. Не оборудованная площадка для вылаза мусора. Носят люди к многоквартирным домам. Возникают проблемы, которые сообща убираем. Идет нам компания «Вега» навстречу. Они осуществляют подбор. Но будем кардинальным образом это дело менять. Потому что своя должна быть точка для вылаза мусора. И опять же, чтобы она образовалась, должны сами эти собственники торговых павильонов решить, где ее поставить. Мы, как со стороны администрации, пойдем навстречу, там оборудуем. И подписать договора с Хартией, чтобы вылаз осуществлялся, потому что бесплатно никто работать не будет. Андрей Циханович, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...